На дворе апрель, а у петербуржцев еще есть вопросы по отоплению. С претензиями жителей Нарвского округа разбирался глава районной администрации Сергей Иванов. Жители проспекта Стачик-22, а также домов 24 и 26 по улице Маршала Говорова до сих пор не могут забыть, как зимой чуть не замерзли в собственных квартирах. «Особенно пытались отключить на Новый год, на каникулы и на 8 марта. Ну что это, спим, как говорится, в носках, в этих теплых штанах, в свитере. Это что, порядок что ли?» Неоднократные жалобы в управляющую компанию результаты не дали. Ответы коммунальщиков скорее удивляли, чем успокаивали. Мол, главное, чтобы не случился перетоп. «Если я не буду регулировать параметры теплоносителя, то есть, грубо говоря, эти гигакалории не экономят, соответственно, у вас будет возрастать пропорциональная квартирная плата за отопление». «Если действительно холодно, значит, нужно открыть на этот день и протопить эти квартиры. Чтобы не бояться перетопа, надо просто мониторить ситуацию, в том числе и по квартирам». Жители дома 19 по оборонной улице от мороза в своей квартире не страдают, но мороз по коже пробегает регулярно от выставленных сумм за теплом. А началось это после того, как их здания объединили с другими с помощью общего прибора учёта. «У нас четыре дома стоят на сцепке. В январе месяце якобы был такой мороз, что просто невозможно. Вот у меня 45 квадратных метров, я заплатила 3600 за отопление. Рядом дом, 18-й, по глубине, по тарифу 1600. У них что, там субтропики у нас Арктика?» Глава районной администрации поручил провести собрание в этих домах. Если люди проголосуют против общих счётчиков, то они должны быть демонтированы. Отдельно будет решаться вопрос с компенсацией за приборы учёта тепла, так как приобретались они за деньги жильцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова